Мари, ну, ваш юбилей, это скоро будет подарок от главы, от Совета по испанному образованию. Это чтобы у нас стол сладкий сегодня был, ну и ваша жизнь такая же сладкая продолжалась. Гостей усадили за стол. Вся семья в сборе. У Марии Михайловны Поповой две дочери, четыре внучки и трое правнуков. В годы войны она служила в противовоздушной обороне. Когда наши войска двинулись на запад, Мария, получившая легкую контузию, осталась в госпитале. Ее попросили ухаживать за ранеными, где она и познакомилась с танкистом, будущим мужем Федором Поповым. После войны Мария Михайловна работала в совхозе Джемете. Ушла на заслуженный отдых в 75 лет. Имея богатый жизненный опыт, желает и советует всем. Чтобы достаток был, чтобы детей много было, чтобы работа была любимая, хорошая. Так как мы трудились, работали, мы работали не покладая рук. Главное, чтобы был мир. В свои 90 лет ветеран войны и труда Мария Михайловна в курсе событий. Смотрит новости по телевизору, свободно обращается с мобильным телефоном. Довольна, что несмотря на возраст, сама себя вполне может обслужить. А за столом и песню спеть. Где в горах орлы да ветер, на-ни-на, на-ни-на. Жил старик воно 100-летний, на-ни-на, на-ни-на. Смерть пришла ночной порою, на-ни-на-ни-на. Говорит, пойдем со мною, дель и водила. Дочери Марии Михайловны Светлана и Елена частенько собираются вместе за чаем. И смотрят старые фото, какими красивыми были в молодости их дедушки и бабушки. И гордятся родителями, великими тружениками и защитниками Отечества. Лариса Басова, Максим Лагуша. Анапа. Регион.